На фоне первого громкого международного успеха мордовского кудаиста Егора Айзатулина прошел открытый чемпионат Мордовии. Он собрал не только представителей нашей республики, но и гостей из Пензенской и Самарской областей. Нынешний турнир проводится в четвертый раз. В этом году он не был отборочным, поскольку первенство и чемпионат ПФО прошли в минувшие выходные в городе Киров. Результатом выступления наших спортсменов стали четыре медали. Две золотые, Никиты Кузьмина и Аделя Мартынова, среди юношей с выполнением норматива кандидатов в мастера спорта, бронза Кирилла Перфильева и второе место Амира Салахова среди взрослых. Все эти кудаисты тренируются у Александра Баканяева. В последние дни наставника порадовали сразу несколько его воспитанников. Помимо кудаистов, среди них Ренат Фахреддинов, одержавший очередную победу в промоушене UFC. Все ребята, которые у меня тренируются, в основном со стажем уже 13 лет. Того взять, допустим, Айзатулина Егора, чемпиона Евразии, оттренировался он у меня 13 лет. Все те, которые мастера, кандидаты КМС, кандидаты мастера спорта, у них стаж занятий 10-9 лет. В кудо, в отличие от других единоборств, разделение на категории происходит по возрасту, а также по сумме роста и веса участника и называется это коэффициент. Бойцы в этом виде спорта выступают в защитных шлемах, на грудниках и накладках. Но при этом правилами кудо разрешены почти все приемы борьбы, а также удары руками, ногами, коленями, локтями и головой во все части тела, за исключением спины, горла, затылка, что делает этот вид единоборств особенно зрелищным. Чтобы для простого народа понятно было, то есть руки, ноги, как в тайском боксе работают, ноги, как в карате, головой бьем, даже в ММА такого нету. То есть пара, удушающие, болевые, как самбо-дзюдо. Недавний триумфатор первенства ПФО Адель Мартынов подтвердил свой высокий класс и на нынешних соревнованиях, одержав две уверенные победы. Он завоевал золотую медаль. Уже в декабре Адель вместе с другими представителями нашей республики отправится на финал первенства России в Москву. Договорились заниматься каждый день, очень усердно. После каждой тренировки плаваем в бассейне. Бассейн это как бы дыхалка разрабатывает, дыхалка разрабатывает силу. Также после бассейна сразу идем в качалку, качаемся там, час-полтора развиваем мышцы, чтобы сильнее бить. Подруги в жизни, соперницы на татаме Арина Перфильева и Елизавета Баконяева тренируются в одной группе. Но сегодня им пришлось противостоять друг другу в финале первенства Мордовии. Сначала надо довериться себе, потом начать работать и не слышать, что тебе говорят, работать сам. За это тебе спорт, потому что можно постоять за себя. В общей сложности турнир собрал 120 участников из трех регионов страны. И соревнования позволили спортсменам проверить свою готовность перед главными турнирами сезона. Юрий Осипов, Евгений Фролкин, программа Наш Спорт.